Видеоканал Салапин.ру представляет Здравствуйте! Сегодня у нас такое общеобразовательное видео чисто для общего развития. Что такое безузловая застежка, с чем ее едят, как ее сделать самому и почему мы ее не используем. Безузловая застежка это вот таким вот особым образом согнутая проволока, которая позволяет прикрепить к ней леску или шнур, или чем вы пользуетесь, без узла. Соответственно без узла это означает, что у лески сохраняется максимальная прочность. Как мы знаем, любой узел уменьшает прочность лески, поэтому прочность лески, шнура и так далее максимально сохраняется с использованием безузловой застежки. Но сначала давайте мы сделаем такую застежку своими руками. Начинаем делать застежку из самой обычной скрепки. Она, конечно, у нас получится такая довольно-таки большая, но никто не мешает сделать ее из более тонкой проволоки в аккуратном исполнении. И даже никто не мешает ее купить, в принципе. Они продаются. Но показываю на всякий случай, как ее сделать самому. Я вот как-то более-менее аккуратненько проволочку эту распрямил. Распрямил. Вот у нас есть такая проволока. Теперь что нам надо сделать? Сначала нам ее надо где-то вот здесь вот треть где-то согнуть. Я беру оправочку, чтобы это было аккуратно. Это самая обыкновенная ручка. И вот так вот ее сгибаю. Беру потом вторую оправочку, более тонкую. Это отвертка. И вот здесь вот мы ее должны согнуть в обратную сторону. Вот сюда. Можно гнуть руками без оправки, получится просто не так аккуратно. И теперь вот эту вот часть мы должны подогнуть вот сюда, к основной проволоке. Вот. После того, как мы все это выровняли, первая половина дела сделана. Берем теперь еще одну оправочку. И с вот этой стороны, в этой же плоскости, гнем проволоку вот сюда. Сгибаем. Заводим ее вот сюда. Собственно говоря, и готово. Остался вот этот лишний хвостик отрезать. И все готово. Теперь посмотрим, как этой штукой пользоваться. Как к ней, собственно говоря, крепится леска или шнур. Я взял шнур, он поконтрастнее. Сейчас будет хорошо видно. Берем вот так вот, держим застежку. Берем шнур. Складываем вдвое. Складываем вдвое. Зацепляем вот здесь. Делаем. Три, четыре, пять, шесть, семь, семь, восемь, девять оборотов. И проводим его вот сюда. Все. Все мы прицепили. С этой стороны можно крепить наживку, поводки или все что угодно. Эта сторона пошла к основной леске, основному шнуру. Лишний хвостик, конечно, можно вот здесь чикнуть. На первый взгляд кажется, как же это так. Узла-то нет. Но вот смотрите, уже начинает сама проволока деформироваться. Вот я даю нагрузку уже в три с половиной килограмма. Никаких вообще видимых изменений. Она никак не сползла, она не развязалась. Сила трения вообще великая вещь. У меня вон палец начал уже прорезаться этим шнуром. То есть будьте уверены, что она не развяжется. Хотя на первый взгляд кажется, как же это она может держаться без узла. Может, будет держаться, никуда не денется. Ну а теперь пару слов, почему я, например, на рыбалках этой штукой не пользуюсь. А пользуюсь, как вы могли видеть, только для того, чтобы тестировать лески в домашних условиях. Представьте себе, что вы привязали это все на безузловую застежку. Все хорошо. Она реально позволяет леске или шнуру раскрыться максимально. То есть показать свои наилучшие прочностные характеристики. Именно в этом все и дело. Если у вас есть узел снасти, то у вас на этом узле существует точка программируемого разрыва вашей снасти. То есть случись на вашем пути коряга, там, я не знаю, какой-то зацеп, что-то подобное. Вы начинаете прикладывать усилия, порвется, ну, с очень большой вероятностью, с очень большой. Если только леска в хлам просто вся не повреждена, она порвется на узле. Если вы используете безузловую застежку, где она порвется? Не знаете, правильно? И я не знаю. Точнее, предположить-то можно. Знать-то мы не знаем, но предположить можно. В самом тонком месте она порвется, либо в самом поврежденном. Между вами и этой безузловой застежкой. Вы забросили 70 метров лески в воду, зацеп, начинаете тянуть. А у вас, допустим, где-то метрах в 30, она чуть-чуть слегка надсеклась об ракушку. В этом месте происходит обрыв, вы теряете значительную часть лески. Поэтому, конечно, тут каждый решает для себя сам. Может быть, в каких-то случаях допускаю, что она окажется интересным вариантом, который можно использовать. И вот, пожалуйста, вы сами видели, что ее можно сделать из подручных материалов прямо на рыбалке, если такая необходимость возникнет. Ничего сложного тут в этом нет. Но, вот я, например, на своих рыбалках не вижу применения этой штуковины и ее не использую. Ну, а там, как я уже сказал, каждый сам для себя решит, будет он ее использовать или нет. Всего хорошего. Ни хвоста, ни чешуи. Субтитры создавал DimaTorzok